11 марта в Петербургской католической церкви Святой Екатерины прошел молитвенный телемост с Ватиканом. Верующие заполнены храм уже за два с половиной часа до телемоста. Священники давали интервью, а молодежь готовила транспаранты в надежде, что их сумеет прочитать римский папа. Телемост предваряло торжественное мессо. Второй раз в современной истории политической церкви в России за последние четыре года мы участвуем в подобном событии. Трансляция началась в 18.55 по Москве. На пяти экранах петербуржцы увидели, как в заполненный до отказа зал Папы Павла VI представители католического студенчества Рима внесли огромный деревянный крест, флаги стран-участниц и зажженные лампады. Одновременно с этим подобная процессия с крестом и святильником происходила во всех храмах, в которых наносилось это богослужение. Через час после начала телемоста наступил момент встречи главы католической церкви. Он прошел через весь зал, приветствуя и благословляя собравшихся, а затем стремительно поднялся на сцену. Входящего Папу собравшиеся в петербургском храме приветствовали бурно. Митрополит Тадеуш Кондрусевич не только хлопал в ладоши, но даже подпрыгивал, как ребенок. Не отставали от него и все остальные. Бенедикт XVI начинал молитву, а затем студенты из пяти разных городов подхватывали ее. Стоит отметить, что молящиеся в храме святой Екатерины студенты представляли не только Россию, но и другие страны, подчеркивая международный характер католической общины нашей страны. Затем Папа Бенедикт XVI обратился ко всем участникам межконтинентального богослужения и поприветствовал студентов на языках тех стран, которые участвовали в телемосте, в том числе и по-русски. Дорогие друзья из Санкт-Петербурга! АПЛОДИСМЕНТЫ Даша подзвует вам Хриспоятая Богородица во время обучения, чтобы вы смогли начать трудовую жизнь в одушевлении христианской любовью. После молитвы студенты в Риме начали традиционный крестный ход улицами Вечного Города, а в Петербурге митрополит Тадеуш Кондрусевич еще долго и эмоционально делился впечатлениями о прошедшем и благодарил организаторов, пообещав, что следующим пунктом проведения телемоста станет Калининград. Калининград